Так, ну вот, с Надеждой мы познакомились в Нью-Йорке. И я узнал с огромным удовольствием, что ты занимаешься интегральной медициной. И на самом деле, что такое интегральная медицина, очень важно для наших уважаемых телезрителей раскрыть. Потому что я давно искал, искренне искал, хочу сказать, среди моих знакомых, которые занимаются врачеванием, медициной, целительством, всякими биоэнергиями, да, людей, которые хорошо стоят и на психологической, и на, как это, стороне, и на медицинской. То есть, вот, и которые находятся в балансе. Вот я нашел тебя, мы здесь, вот, и я попрошу тебя рассказать о том, что это такое. Потому что направление новое, вот, не все в курсе, вот, я вот в курсе, ты, даже, вот, люди, которые сейчас присутствуют здесь, они тоже не по курсу, поэтому они здесь, и не здесь. Ну, если коротко, то интегральная медицина – это наука, ну, у нас такие разных специальностей, направления на стыке специальности – это стыки традиционной медицины, психологии, коучинга и некоторых других направлений. То есть, она позволяет рассматривать, изучать и наблюдать за человеком не просто как за телом, или как за существом, который имеет какие-то симптомы, а как за целостным человеком, таким объектом, у которого есть душа, есть тело, есть дух. И все они в своем взаимодействии как создают состояние здоровья, так и могут создавать, ну, то есть, какие-то определенные особенности взаимодействия могут приводить к разным болезням. Ну, вот. Я могу здесь поделиться своей историей. Конечно. Чтобы это было как-то понятнее. Еще когда училась в медицинском институте, мне не давал покоя вопрос о том, почему лучшие из нас умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, они там самый большой процент занимают от среди всех вообще там… Лучшие из нас и таковы, Миша, да, потому что… Потому что… Вообще, все мы… Ну, то есть, мы… Никто не застрахован от этого. Если человек наблюдается, скажем, у кардиолога и старательно исполняет все его назначения, все рекомендации, пьет, принимает препараты, которые там с последними достижениями медицины, фармацией разработаны, он почему-то в какой-то определенный момент он попадает в сосудистый центр, скажем, с инфарктом миокарда или с институтом. Ну, мне не было понятно, почему, от чего. То есть, что я как врач могу сделать, чтобы это предотвратить? Где тот рычаг, который позволит мне управлять, как-то, этим процессом? Потому что, ну, иначе это, как бы, где-нибудь никаких гарантий. Вообще, как-то, получается, все очень, так, мифически. Что ты пьешь, таблетки лечишься, ведешь, ну, якобы, здоровый образ жизни, ты не застраховываешь, ты делаешь все наоборот, как не застрахована. И мне никто не мог дать ответ на этот вопрос вот именно во время учебы в медицинском. Когда я стала работать врачом... А ты врач-педиатр? У меня был контингент пациентов, который задавал одни и те же вопросы. То есть, это были мамы, которые приводили своего ребенка и обращались с одним и теми симптомами. И они меня спрашивали, что я могу сделать, чтобы ребенок меньше болел. Я испробовала, наверное, все тогда, чтобы я не пропускала ни одной конференции, ни одного там врачевого мероприятия, собрания. И я использовала разные комбинации, там, и физических упражнений, и препаратов. Но что бы я ни делала, они все равно через какое-то время возвращались ко мне с теми же самыми симптомами. И мне было непонятно, почему. Почему один ребенок ходит в садик и болеет один раз в год, а другой болеет два раза в месяц и страдают все. И родители, и ребенок вроде бы как. И твой ответ? И мой ответ я нашла как раз вот в этой интегральной медицине или в таком направлении психосоматики, потому что она одна из них объединяет. Телесные проявления, симптомы – это только верхушка айсберга, то есть уже следствие процессов, которые идут в душу. То есть это отражение поведения родителей, это отражение эмоций, которые испытывает ребенок, эмоций, которые испытывает родитель. И ребенок может зеркалить родители. То есть в своем совместном проявлении тело и душа, они как раз или приводят к состоянию здоровья, или к состоянию болезни. И именно работая с душой, то есть работая с эмоциями, работая с определенными установками, с поведением, как раз можно и добиться того, что состояние быть здоровым, оно станет бытием, состоянием, а не просто какой-то мифической мечтой. Ты говорила в нашем общении, что мамы, то есть один и тот же болезнь ребенка, но выздоровление зависит от состояния мамы. То есть если мама находится в одном состоянии, ребенок более болезнен. Если мама находится в другом состоянии, ребенок менее болезнен. Вот, то есть как бы, а в чем здесь-то? Ну, то есть вот эту тему что-то раскрыть. Да, наверное, это тоже проще рассказать на каком-то примере. Среди мам распространено такое состояние, как депрессия. Ну, я часто его встречаю. Оно имеет много разных проявлений, начиная от подавленного гнева, ну, каких-то, ну, или других подавленных эмоций. Вот, и заканчиваю желанием просто уйти и провалиться, потому что как-то все плохо вообще, все не то, все не то, со мной что-то не так, и там жизнь боль. И поскольку мама, она является абсолютным авторитетом для ребенка, таким, ну, безусловно, совершенно, то она образец авторитет, с которого ребенок копирует свое поведение. И в первую очередь эмоции. Если мама находится в подавленных чувствах, в подавленных эмоциях, то ребенок зеркалит и это. И если мы как взрослые научились как-то со своими эмоциями подавлять, чувствовать одно, говорить другое, делать ведь совершенно третий, то дети они непосредственные, и они... Дети еще и не имеют этой социальной шизохрении, они цельные. Да, 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 да. Они поэтому что вижу, то и поют, как бы, что чувствуют, то и выражают. И депрессия в этом плане, она может выражаться депрессией унитета, и, соответственно, учащением заболеваний. То есть депрессия – это же состояние каждой клеточки тела, и сложно представить, там, например, лимфоцитов, которые, несмотря на то, что в всем организме депрессия, то есть угнетается, депрессует и элементы организма. Да, да, то есть тесты испытывает каждая клеточка тела, и в том числе иммунная система. И именно поэтому препараты, которые используются, скажем, какие-то другие мероприятия и процедуры, они приводят или только к временному эффекту, или же эта болезнь, она трансформируется в что-то другое. Ну, смотри, вот ты на приеме находишься, на своем врачебном приеме находишься, вот заходит мама, вот ты, конечно, своим интегральным видением прозреваешь, что хоть мы накачаем ребенка витаминами и всякими минералами, мы получим тот же результат, потому что мама угнетена, депрессивна, обижена, гневлива, а еще сложнее, если она подавлена гневливо, когда у нее гнев, но она его держит, жри кашу, пей кефир, тебе поправляться нужно, то есть, вот, тут уже, вот, смотри, какая, сколько, кстати, на прием отводится в современной медицине, в минуту? Ну, в современной медицине там все совсем очень ограничено, но поскольку я работаю в стационаре, у меня есть больше времени для того, чтобы общаться с мамами в свое свободное время, поэтому... И когда ты видишь, что ребеночка можно даже закалывать B1, B12, B6, но дело-то в том, что мама запустит волну, вот, ну, ты маме-то как-то наникаешь, что, ну, мам, ну, мам, вам надо как-то работать-то с собой или чего, то есть, ты куда-то дальше-то говоришь, или это в твои врачебные обязанности не входит, или нарушает революции? Ну, на врачебные обязанности это действительно не входит, но это именно то, что меня сейчас, как бы, интересует и цепляет больше всего, то есть, мне сейчас неинтересно играть в те игры, в поиск какого-то волшебного средства или лекарства, которое якобы вот сейчас вылечит и все такое. Поэтому я действительно говорю с мамой об ее состоянии, говорю о том, как вот эту систему мамы и ребенка вижу я. То есть, очень часто даже просто по их поведению, по их взаимодействию вот в моем кабинете, мне становится понятно, то есть, почему ребенок болеет именно так. Вот, и что можно сделать для того, чтобы вот, как бы, эту болезнь действительно вылечить. Вот, и поэтому, да, я говорю с мамой об ее состоянии, о том, как она может отражаться на болезнь ребенка, и о том, что можно дальше сделать. И дальше она уже сама принимает решение, как бы, о том, действительно ли ей хочется этого или нет. Потому что здесь... Хочется этого или ничего хочется. Ну, а хочется ли ей изменить вот это течение болезни, изменить, дать ребенку возможность быть здоровым, путем изменения своего состояния. Потому что здесь вопрос, момент в том, что готова она за это взять ответственность или нет. То есть, как бы, когда мама приходит к врачу, обычно это выглядит, как вот, ты врач, а вот это мой ребенок, ты тут специалист, вот ты его лечи. Вот, а здесь происходит такое вот, должно прийти какое-то принятие, там, в части, хотя бы, как минимум, этой ответственности. В смысле, что я действительно с этим что-то могу сделать сама, ну, или, там, с помощью специалиста. Сделать со своим состоянием. Со своим состоянием. И, соответственно, это отразится на ребенка. И, соответственно, ребенок это отзеркалит, да. Вот. И, соответственно, если мама готова, если она расположена к этому открыт, то, да, мы, если мы работаем вместе, я рекомендую специалиста, кого-то из своих коллег, кто вот с этим работает. То есть, ты можешь маме предложить отдельную терапевтическую сессию? Да. За рамками своей врачебной работы. Да. Как нам обычно реагируют? Совершенно по-разному, совершенно по-разному. Я сейчас действительно ищу подход, то есть, как я могу вот эти свои мысли излагать, выражать, для того, чтобы реакция была, ну, как-то она больше отзывалась, потому что какие-то реагируют, что, да, мне действительно это интересно, хорошо, давайте мы с вами встретимся, пообщимся еще. А вот, как буквально вчера, консультировала одну маму, я ей заложила все это, то есть, я вот все свои доводы, она сказала, вопрос был, копейтесь у ребенка запорной, и, ну, там, до запоров еще целая история двухмесячная о том, что было до этого. Я сказала, вы знаете, я бы лучше хотела услышать, что мы делали с упорной. И я, ну, что я сказала, да, хорошо, вы с ними можете делать вот именно это, и дальше я писала картину, к чему это может привести, если оставить систему просто вот на этом месте. Вот, ну, и дальше мне все-таки удалось вернуть на дальнейшее взаимодействие, на консультацию, то есть, совершенно по-разному. Ну, совершенно разные лекции бывают. Угу, ну, то есть, да. Ну, а где-то в процентном соотношении сколько людей готовы дополнительно вкладываться, в том числе и финансово, чтобы, ну, исцеление началось с них, которые способны осознать, что это мое состояние, мои какие-то штуки запускают. Вот, ну, в процентах, сколько, сколько больше ведутся на твое предложение, а сколько, говорят, давайте лучше про саппоры поговорим. Тут знаешь, как бывает, скорее больше ведутся, но потом куда-то исчезают. А, 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 то есть, в моменте они, да, да, да. Да, 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 да. И они уходят в таком приподнимом состоянии, спасибо доктору, я вообще об этом никогда не думала, и я пишу, что вы заговорили, я даже никогда об этом не подозревала, а потом просто куда-то исчезают. Был у меня, конечно, еще вопрос, вот, важный вопрос, интересный, а развод родителей и состояние ребенка, ведь развод это такая, как-то по шкале какого-то умного, медикатского человека, это же такая, как бы, первое, это смерть партнера по уровню стресса, второе, это развод, это же очень психологически непростая ситуация. Ну, то есть, как это отражается и влияет, у меня есть свои какие-то идеи, догадки, наблюдения, но вот мне интересно, что ты заметила. У меня даже есть история на эту тему. Да, да, да. Еще зависит больше от возраста, в котором происходит развод у родителей, у нас в больницу однажды попала девочка, да, сейчас я вспомню, ей было около, по-моему, где-то 8 лет, по-моему, около 8 лет. Она к нам попала уже после большого пути из разных стационаров нашего города, жалоба была на высокую фибрильную температуру, то есть она температурила там под 40 периодически, без каких-то других симптомов. То есть это была просто высокая-высокая лихорадка. И ее обследовали в инфекционной больнице, исключили все инфекции, ничего особенного не нашли. Пообследовали там еще в одном центре, уже затем она попала к нам. И, соответственно, ей тоже сделали все анализы, которые можно было сделать, обследовали по всем стандартам, показали всем специалистам и ничего не нашли. То есть анализы были в норме, все было в порядке, но она продолжала лихорадить. И тогда как-то решили вспомнить все-таки немножко про семью, а что там, а может быть где-то здесь, что-то может быть. И действительно, там оказалась такая ситуация, что там некоторое время назад родители родились, и девочка очень болезненно переживала отсутствие отца, то есть отец ушел из семьи фактически, то есть для нее такая была деприлация. И поскольку в больницу отец к ней приходил, она ему таким способом добивалась его внимания. Неосознанно? Ну, конечно. То есть как будто бы душа, подсознание и так далее. Да, да, да. И когда они эту систему проработали с психологом, то есть нашли для девочки другой способ, как она может получать внимание отца, кроме как температуры и больницы. Температура за ненадобенностью, в общем, отпала и ушла. То есть из описок. Чем еще, кроме... Да, скажи, пожалуйста, по психосоматике каких авторов ты рекомендуешь, ну так, чтобы популярно ознакомиться и хотя бы зацепиться за тем? Потому что есть же всякие, ну, как бы там, учные, там, с цифрами, статистиками и таблицами. И, конечно, это только для специалистов. А есть, ну, такое, что просто возьмет девушка там вроде как бы в автобусе или в метро что-то полистать и что-то раз таки поймала, осознала. Вот каких авторов? Ну, основоположником психосоматики является Александр Франкл. У него действительно такая, скорее, больше научная литература, чем популярная. Можно почитать... Франкл? Подожди. Лоуин? Александер. Александер, да. Да, да, да. Франк Александер, да. И есть еще Александр Лоуин. Ну, Лоуин, да, прекрасно. Вот, я снова действительно очень... Ну, я не знаю, но моя знакомство с психосоматикой началось с книжек по языке. Ага, да. Вот, ну, то есть вообще это для домохозяев вообще такая литература, но она прекрасная. Ну, в принципе, да, соглашусь. Для знакомства она действительно очень даже хорошая. Единственное, ну, если говорить прям совсем, у меня действительно много хорошего, то есть она дает очень позитивный взгляд на разные вещи, но вот это вот четкое деление, что если у тебя болят колени, значит, у тебя был гнев, а если у тебя там болит желудок, значит, это было то. Вот я нахожу иногда совершенно другие взаимосвязи, поэтому вот привязываться настолько... В защиту Луи Захеи, сейчас делаем демонстрацию, в защиту Луи Захеи уже люди пишут плакаты для этой демонстрации. Да, вот, прямо сейчас организуем. Я здесь вот какой вещь, то есть, понимаешь, людям линейное мышление нужны буквально эти самые аналогии, но какое очень важное послание, что сознание влияет на тело. То есть там это изложено популярно, потому что даже Луин, он уже для психологов. Александр, он уже для психологов. Это специфическая литература. Луиза в этом плане прекрасно работает. Вот мы, знаешь, видео смотрели, когда она беседует с ребятами, у которых ВИЧ. Вот, и она показывает, ну, как бы говорит с ними, показывает. И она такое, сама по себе очень теплое материнское начало несет. Вот как она делает, да? И они прямо плачут, потом они какие-то групповые обнимания такое устраивают, и все в такой какой-то любви и нежности происходит. Вот, и я просто видел, как она работает. Я видел, что она сама на себе показала, что она через работу сознания исцелилась, если я не ошибаюсь, кажется, от онкологии. То есть она установила, прекрасно, конечно, Луиза, но установила, что у нее этот самый кэнсер. Вот, и она с удовольствием пошла его, зарегистрировала, всем анализы подшила в папочку и сказала, так, сейчас я или вся моя работа исследовательская, все мои книжки говно, или я исцелюсь через работу с сознанием. Она начала собирать группу и так далее. У нее получилось и спонтанные ремиссии были, и онкологические, и ВИЧ. То есть в какой-то момент люди приходят и диагностируют, что симптомов нет. И, конечно, главную тему, которую она утверждает, говорит, это не любовь к себе. Не любовь к себе. И именно из соединенности с собой, согласием, со своей судьбой, со своей телесностью, то есть такой глубинной конгруэнтностью, с этого все начинается. Когда мое сознание, мое эмоциональное сфере, мое тело, они перестают враждовать друг с другом, а как бы обретают вот эту целостность. Единственное, то есть интегральность с другими словами. Вот. Поэтому, как бы, буквальные аналогии, опять же, мы же не знаем, это все психика как черный ящик. Мы пытаемся там что-то сделать, как будто бы мы опускаем руки в такой черный туман и пытаемся что-то сделать. Но иногда на ощупь все-таки успешно выходит, потому что, в любом случае, смотри, вот эти эзотерические школы, я тоже хотел сказать об этом, они тоже делают какую-то работу, но опять же, здесь есть кто-то больше, там, Бог, там, какие-то чакры, энергии, которые, там, магическая сила целительства, которые якобы должны целить. Но опять же, это я ответственный за себя, опять линкую куда-то, сваливаю куда-то туда. Вот. И я хотел сказать еще по, в плане психосоматики, про, ну, то, чем еще, кроме вот этого, занимается, кроме психосоматики, вернее, занимается интегральной медицины, какие еще есть. Какой-то психосоматики. Ну, там можно, на самом деле, аналогично, ничего не ограничено, то есть любые, это может быть, это может быть и коучинг, это может быть и психология, которая как-то связана со здоровьем, это, что еще? Какие-то, просто сильные отношения, сильные ценности, то есть, в принципе, это вот как отдельные части одной большой системы, одной большой науки, которая есть. Ты работаешь только внутри психосоматического, но сейчас пока да. Да. То есть, ты, я слышал, проводишь вебинары на эту тему. Да. Какие темы вебинаров? Первый слой, курсный вебинар, мы назвали, что делать, когда лекарства не работают. Ну, ну, даже прибыл заинтересоваться, скинь ссылочку. Да. Что делать, когда, какие там, ну, как бы, ну, общие, как бы, то и топики какие-то. Общие топики? Топики. Топики, топики. Да. Это, ну, во-первых, вообще, что такое психосоматика, о чем она, какие возможности она дает, какие ресурсы она скрывает. Вот. Потом, тема выражения эмоций, как различные эмоции невыраженные могут влиять на состояние здоровья. Потом это страхи, как они могут отражаться, влиять, управлять, что можно делать с ними. Дальше это, я очень часто слышу такое утверждение, я плохая мать. Да, вот работаем с этим тоже, это одна из тем, одна из частей. Фактически это утверждение, но уровень идентичности. Если человек так верит, то и ведет себя соответственно. То есть, убеждение о себе поддерживает поведение. Вот. И это, конечно, такие вот вещи. Вообще, ну да, получается, да, 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 да. Угу. Я перебил тебя. Ну, в принципе, это основные, если так совсем, вот, вот, крупные мазка на мать. Еще темы вебинарах. Ну, пока что мы проводили только поэтому, мы решили просто, поскольку это очень большая программа получилась, очень насыщенная, мы решили ее поделить на несколько разных, для того, чтобы, ну, как-то ее было проще, наверное, усваивать, и чтобы просто расширяться в этом направлении. Вот. И плюс есть индивидуальное консультирование, индивидуальная работа с мамами. И в скайпе, и в скайпе. А лично? Лично, если в одном городе, то лично, да, поскольку мы работаем по фермерии, даже по миру, из Италии появились. Из Италии. ну, русские, итальянцы. Вот. Это удобно, в принципе, маме никуда не будем идти, не думать, с кем оставить ребенка, пока вот она общается, консультируется по скайпу, это очень такой, удобный формат. Ты скажи, пожалуйста, ты даешь какие-то, упражнения, способы работы, для самостоятельной работы? Да, конечно. Ну, что это приблизительно опишет? Чего, например, ты, ну, даешь в случае, вот, в подобных ситуациях? Ну, если говорить про программу, у нас есть целый барафон, который идет сейчас два месяца, он сейчас в процессе, то есть мы даем на неделю задания всем, кто принимает участие в нем, и, соответственно, они выполняют, задают вопросы, какие-то задания, это задания по выражению эмоций, задания по, общению с ребенком в определенном, в определенном формате, задания по работе со своими собственными симптомами, то есть, например, головная боль, если у меня сейчас заболела голова, что я прямо сейчас могу сделать для того, чтобы этот симптом ушел? Нурофен. Альтернатива Нурофену, да? Да, да. Были там любые другие симптомы, и что можно, как можно работать без участия врача, с симптомами ребенка, которые вот только появляются, то есть, чтобы не тянуть до температуры больницы, чего-то более серьезного, а что можно сделать, мне, как маме, прямо здесь сейчас, чтобы вот ситуацию поменять? Скажи, пожалуйста, по твоим наблюдениям, вот, ну, я сейчас по своим подняюсь, а у меня такое ощущение, что как будто бы вот это естественное материнство, чувствование ребенка, какое-то согласие, оно теряется. Сейчас у нас мамы читают книжки, они воспитывают, заботятся о ребенке через голову, но интуитивное как будто бы утрачивается. Вот, это мое, блин, не замечаешь ли это такой тенденции? Есть, да? Да, да. Что это? Ну, расскажи о том, как ты видишь, то есть, и обучаешь ли ты тому, как войти в это естественный поток материнского чувства? Ну, это вообще тема чувств, которая, ну, как бы, в нашем, в советском детстве было не принято как-то выражать чувства, делиться чувствами. Вот, я сама выросла в такой семье, где как-то вообще было не принято об этом говорить, вот, и мне вот это было вообще нельзя, потому что это, ну, как-то странное, очень весьма поведение. Вот, и, ну, поскольку нас когда-то родители этому не научили, то, ну, то есть, не научили, что делать с чувствами, как их выражать, то, соответственно, поскольку этих навыков, эмпатии какой-то, вот, нет, то, соответственно, откуда это взять маме, когда у них появляется и туда действительно идут какие-то такие ментальные разные конструкции, попытки найти еще больше литературы, попытки найти что-то еще, попытки, вот тоже одна из мам, не так давно, мне, говорит, нужно знать, что делать во всех ситуациях. Вот, я была вот на школе, там, вот нам рассказывали, что делать, если ребенок срыгнул. Я должна быть уверена, что я знаю, что мне нужно делать в этой ситуации, что мне нужно делать в АВЦ, вот. А вот действительно вот это вот чувствование, которое помогает совершенно интуитивно понять, что без каких-то особенных знаний, что делать, оно как-то, да, подавлено. И мы вот это раскрываем, что ли, людям. Учим их разрешить это себе. Наверное, так. Как происходит и как вообще обеспечивается процесс, я понимаю, что это долгий и длительный, когда человек из думающего становится интуитивным, чувствующим. То есть, какие движения, подходы, техники, предпосылки к этому. Ну да, то есть, как это можно? Ну хорошо, а я не чувствую, что ему надо? А если он сравнивает? То есть, получается, из головы, как бы, да, а у нас-то это есть, мне бы хоть навек. Я это начала, я тоже когда-то этот путь прошла, проделала, из головы куда-то. Мне очень помог словарь чувств, который у меня в какой-то момент появился перед глазами. и то есть, у меня часто-часто было ощущение, что я сейчас не понимаю вообще, что со мной происходит. То есть, я даже не могла сказать, что я сейчас чувствую, что-то со мной просто как-то ужасно, а что именно, откуда, что, где, почему вообще. было непонятно. Вот он меня как-то то есть, я научилась хотя бы понимать, что я чувствую, что о, а у меня сейчас гнев, оказывается, так интересно. И дальше уже, о чем этот гнев, вот это как-то помогает этот кубок распутать. и просто, наверное, дальше это как любой навык, который, чем чаще его погружаешься где-то в чувство, то есть, уходишь из головы и пытаешься просто, просто, просто почувствовать, вот, то он как-то раскрывается все больше и больше. ну и как в качестве завершения, какой-то коды, о чем мы еще не сказали, о чем я тебе хотела сказать. О чем я еще хотела сказать? Наверное, про две вещи хотела бы сказать. Давай. Первая, как я, вчера вечером пришла эта мысль о том, что из-за тех каких-то каких-то убеждений, каких-то принципов поведения, которые навязаны родителям, обществом и чем-то еще, из-за тех запретов, которые есть. Я часто вижу в мамах, ну и вообще просто в людях, которые не работают, не позволяют все себе запрет на быть тем, кем хочется на самом деле. запрет на быть собой. Ведь любая мама достойна своего счастья, его ребенок достоин расти в счастливой, тоже достоин быть собой. А благодаря этим запретам происходит какое-то такое ограничение вот этого существования, вот этой бытийности, этой истинности, которые приводят потом к разному, какого-то болезням, у кого-то форму демиатрного поведения. И я заметила, чем больше начинает мама разрешать себе быть собой, чем больше грани не открывает себе. И просто все вокруг начинает разворачиваться в их сторону и просто разворачиваться совершенно, декорация начинает меняться. И вот этот сам факт этого разрешения. Ну, так парадоксально даже звучит разрешить себе быть собой. то есть для чего мы доказались как Россия, как цивилизация. Не знаю. Быть собой нужно еще дополнительное разрешение. Причем не так просто дается, то есть это как будто бы ты как табу какой-то нарушаешь. как драма потому что а еще любить себя разрешить себе любить себя это ужас вообще. То есть мне приходится с этим работать но это парадокс что приходится говорить о том что нужно разрешить себе быть собой. Как будто там двое сидят и я выйду из-под контроля у того кто контролирует и вдруг такое начнется а вдруг я вообще пойду и убью себя. То есть люди боятся себя как себя. потому что им внушили что ты как ты здесь ты неправильный ненужный ошибочный глупый нелепый некрасивый и поэтому сиди там а здесь изображай то что мы от тебя родители школа общества религия то что мы хотим не получается мы в какую-то тотальную ложь попадаем и потом мы этого себя вообще его забываем его доставать потом приходится из подвала на четвертом уровне где-то залазить туда жив там он или нет неизвестно но его достаточно он достаточно или он или она вот это настоящее я достаточно репрессированный и забитый его сначала достать а потом еще отмыть а потом еще приодеть костюмчик ему купишь или футболочку или кепочку он скажет я недостойна и слишком это шикарно для меня все лучшее дети имеют родители да жить родители охренеть а я одной женщине мне был семинар говорю слушай ты говоришь я живу родители я себя не люблю я не знал как его поймать просто за хвост как лису и я нашел этот ход я говорю слушай а своей дочке Юльке ты тоже хочешь это передать что когда у нее появятся дети она не будет жить ради себя бедная несчастная серенькая но будет жить ради детей а она же это тоже передаст ой нет Юленька пусть любит себя а я уж как-нибудь дотяну понимаешь то есть даже мы разрешаем как будто бы нашим детям любить себя но себе ставим категорически запрет и это конечно жуткая история а вторая вещь вторая вещь вопрос про любовь про любовь а я договорил квантовая связь да 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 отлично ну что самая большая оплошность которую я совершил в начале и исправлю в конце Надежда Чумак врач-педиатр в Нижнем Новгороде и по скайпу ссылочки на описание это видео находится контакт по которому можете с ней связаться и с удовольствием если уже готовы к этой работе дорогие телезрители радиослушатели и все и все жители 7 миллиардов земного шара вы можете обращаться пожалуйста это новое перспективное направление в плане сотрудничества взаимодействия личной терапии и ну ничего-то такого что еще в принципе как-то по душе я знаешь понимаю что психотерапевта как и врача если возможно есть человек все-таки душой выбирает если есть выбор мы им чтобы доброе было вот потому что есть такие врачи которые они не разговорчивые они как мунифицированные немножко и строгие а вот хочется чтобы доброе поэтому добрый врач Надежда Чумак вот все на этом и заканчиваем вот вот